Всем привет! Кино Огонь на связи и перед выходом нового Человека-паука мы просто не могли не сделать такое видео. Не могли настолько, что игнорируем мое больное горло, поэтому сегодня мы будем в сниженном темпе, извините, будет менее крикливый выпуск. Нам захотелось оглянуться назад на всю франшизу, а точнее все франшизы, по которым мы будем ностальгировать в кинотеатрах уже через считанные дни и вспомнить их лучшие моменты по нашему мнению. Да, будьте осторожны, топ сегодня будет субъективный и с вашей оценкой может, ох, как разойтись. В таком случае пишите потом, какой был бы список лично у вас, ну а меня зовут Петр и сейчас с большой силой придет большая безответственность в распределении мест. Поехали! Петь, срочно, там какая-то дичь! Чего такое? Идем, 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 идем! Ох, ёп! Ты порождение мультивселенной! Нет, ты порождение мультивселенной! Ты порождение мультивселенной! Нет, ты порождение мультивселенной! И че нам с этим делать? Короче, есть такой план. Мы изучим всю доступную по мультивселенной информацию с опным гидом Кадзекрэпом, натренируем знания в призах, поборемся за полезные призы, окунемся в историю с Кюбайтом и поймем, что делать с полученными багами. Какой-то, на удивление, конкретный план, ты как его собрался выполнять? С помощью спецпроекта ВКонтакте, посвященного премьере фильма «Человек-паук. Нет пути домой», который выходит уже 15 декабря. В специальном хабе, ссылку на который можно найти в описании, уже скомпоновали всю эту крутоту. Клип с историей серии от Кьюбайта и разбор пасхалок из трейлера от Кота Краба, там же интересные квизы и челленджи со специальными масками. Нужно только перейти. Нет, ты порождение мультивселенной. Нет, ты порождение мультивселенной. Ладно, давай пробежимся по этому всему. Так, статус выставляй шестируки. О, вот это реально тема. Все, супер, теперь мы знаем все. Осталось только нажать вот сюда. Нет, ты порождение мультивселенной. О, он реально порождение мультивселенной. Спасибо, Ван, я переживал, что я порождение мультивселенной. Пойду дальше записывать. Открывает топ первая битва Эндрю Гарфилда с Электро из не самого любимого зрителями паучьего фильма «Высокого напряжения». Но на самом деле, если мы отмотаем время назад в прошлое, то станет понятно, что к этому моменту фильма он еще внушал большие надежды. Его открывала, вероятно, лучшая пролетка паука по городу, визуал захватывал, отношения Паркера и Стейси продолжали высекать искру, а Электро в исполнении Фокса только появился в своем итоговом обличье. И да, фильм не то чтобы эффективно его раскрывает, к этому моменту пару важных сцен создателям пришлось выкинуть, из-за того, что они захотели вставить слишком много другого в фильм, а с ними бы последовавшая внезапная ненависть к пауку смотрелась бы логичнее, но, тем не менее, эпизод мощен по всем фронтам сразу. Например, тут есть неплохое раскрытие злодея. Он по-детски рад, что его заметили, вероятно, его главный комплекс, который оправдывает дальнейшее злодейство. Он боится полицейских и не сознает своей силы, хорошо относится к пауку, но затем чувствует себя обманутым, а паук перехватывает его минуту славы. Вспышку ненависти и назревшее противостояние именно это и оправдывает. Причем, надо сказать, что вины паука как дипломата в этом нет, потому что он в этом хорош, и это хорошо раскрывает и его тоже. Он помнит имя случайно спасенного чувака, эффективно идет на контакт без кулаков, но нервный снайпер рунит всю катку и переводит сцену в ее главную, самую эффектную часть. Электро начинает токовую атаку, и это выводит из строя паутиномет героя. Всего с одним ему предстоит спасти людей и от летящей машины, и от смертельного разряда. Ультра-слоумо блестяще заявляет ситуацию, и выходит из нее паук эффектным и действенным способом. Вообще, визуально, мне кажется, это одна из самых красивых сцен во всех фильмах серии. Ночной светящийся экранами Таймсквер, сине-оранжевые молнии Электро, ощущающийся масштаб с большой массовкой и пространством, классная операторская работа, когда Электро обретает полную силу и замыкает все вокруг, это вообще отвал всего. И да, отдельного внимания заслуживает саундтрек, потому что он идеально подобран для конкретного злодея, он отражает его суть все время в фильме, даже когда его там нет, и это показывает, насколько создатели старались. Восьмиминутная композиция My Enemy, одна из лютейших коллаб, которые вы только можете услышать внутри, замешана и лютая электрика с дабстепом, ведь у нас тут Электро, и классический симфонический циммер на паучьих моментах, и бредовый, нагоняющий напряжение шепот, который дает ощутить происходящий в голове злодея хаос. Нет, я хочу помочь, но и ты мне помоги. Сцена обрывается достаточно резко и намеренно комично, но это неплохо. Мы ощутили силу злодея, мощь технического оформления истории, и дальше, казалось бы, нас должно было ждать продолжение противостояния с его развитием, которое в этот раз отложили на потом. Но в итоге Электро выбывает из действия почти на часок, а кино начинает распыляться на совсем другие штуки. Но мне кажется, это не тот случай, когда не очень хороший панчлайн закапывает сетап напрочь. Многообещавшая схватка заслуживает свое место в топе, но не на очень высоких местах. Девятое место, и Гарфилд нас пока не отпускает. Теперь выписываем респекты первому фильму с ним, а точнее, его гениальному финалу. Попавший в передрягу с копами, Человек-паук ловит маслину в ногу. И вообще, нью-йоркской полиции к этому моменту, если честно, пора отказаться от снайперов, они что-то совсем не помогают раз за разом. Между тем, ящер уже близок к исполнению своего страшного плана на высотке Аскорпа, и до нее пауку с травмой добираться ох, как долго и сложно. Но на помощь приходят городские. И вообще, это классный, но распространенный для паука момент. Такое было дважды и у Магуайра, и образ эффектно, но тут момент все равно удается запоминающимся за счет очеловечивания. Помочь пауку решается конкретный человек, близкого которого герой когда-то спас. За свои добрые дела персонаж получает доброе дело в ответ. Это круто! Строители кооперируются и выставляют краны вдоль всей улицы, создают кратчайшую дорогу к месту финальной битвы, пока остальные жители в ужасе эвакуируются. И это и храбрость людей, и очень трогательный момент для героя, и для зрителя тоже. И это классное зрелище. Причем еще приятно, что есть докрученный поворот. Даже несмотря на это, паук не допрыгивает до первого крана, что показывает, насколько ему тяжело. Но и тут его спасают все те же парни и девчонки. И летит он под уникальный, хотя и не самый любимый мной саундтрек. И так он прибывает на финальную битву. Но эта сцена с краном, идущая еще до гранд-финала, все равно эмоциональный пик истории. Восьмерочка, и наконец-то перебираемся из начала нулевых в их конец. Здесь у нас иллюзии Мистерио из вдали от дома. Можно согласиться, что Мистерио как злодей дожат не во всем. Мотивации, внезапность ему можно было бы отсыпать и посерьезнее. Но в одной конкретной сцене Марвел смогли выжать из него максимум крутости. Паук раскрывает секрет злодея, а тому необходимо узнать, кому герой успел еще эту тайну рассказать. Для этого он погружает его в жесточайшую шестиминутную иллюзию, по ходу которой Паркер постоянно получает по щам и покупается на все ловушки. За время фильма до того он слишком много успел рассказать Бэку личного про себя. И тот гениально пользуется этим, давит на персонажа через его слабости. Тоска по Тони Старку? Получи его могилу и страшный укор. Любовь с М-Джей и планы на Эфелеву башню? Получи трагический финал. Паук, который нервничает из-за ошибки и не понимает, чему доверять, в этой сцене теряет все свое чутье и совершенно не ориентируется в том, что реально, а что нет. Собственно, зритель вместе с ним. И прежде всего за это стоит поблагодарить абсолютно бесшовное начало сцены, которая никак не намекает на свою суть. Герой прибывает в Берлин и садится в тачку к Фьюри. Машина настоящая, а вот Фьюри, как мы позже поймем, нет. Но они уже в иллюзии. Или только едут туда. Офис Щита оказывается полноценной ловушкой. Тут все понятно, но хитрый ход с тем, чтобы стереть всех, кроме Фьюри, гениален. Так мы получаем какой-то кредит доверия. Думаем, что вот этот парень Рялин обманули их двоих, а не только Паука. И в финале на этом и прокалываемся вместе с героем. Он выдает все свои секреты и попадает под поезд, чудом его не убивающий. Классно, что в какой-то момент визуал вообще напрочь сходит с ума и даже не пытается париться насчет своей реалистичности или возможности для быстрого создания Беком после того, как он понял, что ему понадобится такой визуал. Выползающий зомбелезный человек, пауки в глазах, превращающиеся в тонну мистерио, затем паук в стеклянном шаре. Все это очень эффектно и показывает, насколько бесшовным и безвылазным бредом все происходящее становится для самого героя. Блин, вот вы представляете, если бы он не был поехавшим маньяком, какие бы кинчики мистерио мог делать? Я бы посмотрел. Семерка и здесь, наконец-то, идем к классике. Финальная битва паука и гоблина в первом фильме с Магуайром. Начинается она, на самом деле, чуть раньше, еще до схватки раз на раз в доме. На мосту гоблин ставит героя перед выбором спасти возлюбленную или полную кабину детей. И это суперэффектно. Тут и напрочь отлетевший злодей во всей красе, и невероятные ставки для героя, и даже вот этот гениальный кадр, который абсолютно сломанный физически, но кому не плевать. Не то чтобы к этой сцене, нет вопросов. Конечно, графика местами уже подыстрела, да совсем смешной, и гоблин, если честно, мог бы поэффективнее убивать Питера, пока тот висит, пытаясь удержать все и сразу. Но, с другой стороны, зато паука спасают простые жители, как это можно не любить. И лишь затем, только когда он наполучал от всей пробки, которую сам и организовал, гоблин переводит все в финальную схватку один на один. И это сражение тоже очень крутое. В тишине, в идеально мрачной локации, гоблин не оставляет от паука камня на камне, разрывает ему маску бомбы, без конца избивает, и кажется, что у героя никаких шансов на спасение. Но классное раскрытие. Неудачно упомянув, что близким Паркера потом тоже не сдобровать, злодей выписывает себе смертный приговор. Второе дыхание паука меняет баланс противостояния. Кажется, он уже побеждает, но как же классно. Здесь обставлен финал. Уильям Дефо выдает вышку, имитируя раскаяние и заговаривая герою зубы. Тому сложно поверить в искренность злодея, но и продолжать избивать близкого человека он тоже не может. Хитрый план атаковать паука в спину и резкая смена эмоций на надменную, то, чем гоблин уже заслуживает места в списке вместе с этой сценой. Паучье чутье спасает главного героя, а смерть злодея получается эффектной и бескомпромиссной. Вдобавок с классной ноткой на закуску. Не говори, Хэрри. Это напрямую влияет и на все следующие части, и на Гэри, и на Питера. А кроме сюжета, финал просто идеален своим напряжением. Постановка здесь великолепная, определенно достойнейший участник этого списка. Шестерка. И здесь тот фильм, про который вы могли подзабыть, но мы все-таки брали все кинотеатральные релизы про паука, поэтому через вселенные тоже подходят. И, конечно, там много моментов заслуживающих комплиментов, но мы хотели выбрать какой-нибудь один, ультимативный. Так что не финал и не нарезки пауков. Здесь становление Майлза Моралеса. Это ключевой момент фильма, потому что все кино на самом деле именно об этом. О давлении и о реализации способностей. Откровенно перегоревшего Майлза приводит в чувство теплая речь отца, и он собирается силами, чтобы помочь друзьям в финальном бою. Но перед ним идет этот кусочек, целиком положенный на идеально подходящий What's Up Danger. И это действительно пик. Во-первых, костюм Майлза решается взять костюм и оборудование у тети Мэй, но он уже обрел себя, и потому ему не подойдет чужая айдентика. С помощью своего таланта герой быстро создает свой уникальный стиль, который выделяется среди других и делает узнаваемым именно его. В новом костюме под нарезки мотивирующих цитат он выходит на главную проверку. Прыжок Веры — то, на что он не мог решиться раньше. И вот этот прыжок — золото. С идеальным музыкальным сопровождением кино выдает свой самый мотивирующий и самый красивый фрагмент. Отрывающееся стекло, ночной город, огни — все это лишь разогрев перед каноничным кадром с перевернутым Нью-Йорком. До этого было уже шесть фильмов про пауков в этом веке, и там были эффектные пролетки, но до такого не додумался никто. В этом кадре чистая свобода персонажа, его уникальность и вся дальнейшая прогулка по городу на всех уровнях — это лишь добивает. Майлз получает кайф от сил, чего с ним раньше не бывало. Он чувствует уверенность и обретение себя, символично завершает появление его личного комикса. И, возможно, это самая мотивирующая сцена из всех пауков вообще. Переходим в верхнюю половину списка, и здесь мини-момент, который мы не могли не отметить просто в силу его культовости. Обычно в пауке мы все-таки выделяем экшн-сцены, но знаете, когда одна цитата определяет три фильма с персонажем, а затем продолжает идти с ним рука об руку, уже когда его играют другие актеры в совершенно других историях, это заслуживает своего отдельного места в списке. Запомни, чем больше силы, тем больше и ответственности. И да, конечно, когда кино напрямую проговаривает вслух свою тему, это не то чтобы очень хорошо, но здесь культовость момента просто запихивает правила драматургии далеко под стол. После драки в школе и странного поведения Питера, дядя Бен решает подвести его до библиотеки, чтобы дать небольшое наставление. Увы, он не знает, что племяш идет совсем не в библиотеку, а потому торопится и диалог не получается. Бен говорит потрясающе правильные вещи и про то, что возможность избить не равна правую избить. И про становление, но Питеру не до того. И после ключевой реплики всей франшизы он старшему просто хамит. Я знаю, что я тебе не отец. Так не изображай папашу. И когда ты знаешь, что произойдет дальше, как они встретятся в следующий раз, это просто разрывает сердце. Но зато в нем навсегда после этого остаются те самые слова, которые на самом деле очень неплохой принцип для жизни, даже если вы не супергерой. И в шаге от призовой тройки мы приземляем, вероятно, лучший момент холландовской франшизы, ну, по нашему мнению, во всяком случае, точно диалог в машине, возвращение домой. Питер, наконец-то, планирует заняться человеческими делами, сгонять на бал с любимой девушкой, но тут выясняется, что ее отец суперзлодей, с которым они ведут обоюдоострую охоту. Твист мощнейший. Хоть и жаль, что на него ничего не намекало, но когда он происходит, ситуация меняется бесповоротно. Пока лишь для Паркера стервятник Китен ничего не подозревает. Но затем, когда герои покидают квартиру, идут в машину, ситуация начинает разворачиваться все в более и более плохую сторону, и это образцовый триллер. Никаких суперкостюмов, никакого экшена, только три человека в машине, огни фары светофоров и отличная драматургия. Стервятник — гений преступного мира, он первый, кто узнает Питера по голосу. Сперва он лишь начинает догадываться, что парень выглядит как-то знакомо или звучит как-то знакомо. А нервничающий Питер откровенно вызывает подозрения, его хилые отмазки только ухудшают ситуацию. Но самой шальной картой выступает Лис. Девушка не в курсе происходящего, а потому раз за разом подсвечивает улики в биографии Паркера. То он стажируется у Старка и знаком с Пауком, то его толком не было на вечеринке, во время которой происходила разборка стервятника с Пауком. Постепенно и постепенно до злодея все яснее доходит истина. Актерская игра Майкла Китона на некомфортно крупных планах просто замечательная. От него реально пробирает дрожь по коже, а минималистичный и совсем не супергеройский саундтрек, появляющийся только в середине сцены, добавляет реально триллерового напряжения. Ну и финал сцены, когда герои-злодеи остаются в машине наедине. Злодей показывает себя со всех сторон, мгновенно угрожает Паркеру смертью его и всех близких, но при этом не убивает сразу, ведь тот спас жизнь его дочери. А семья важнее. Конечно, потом еще есть финальная битва этих же персонажей, но вот это противостояние по ощущению гораздо эффектнее и мощнее, чем все седжайные драки. Пиковый момент фильмов с Холландом. Хотя сейчас у меня есть ощущение, что высоковато он забрался, но не будем о грустном. Третье место и достаем еще одну каноничную сцену с полочкой культовых фрагментов всей истории кино. Здесь перевернутый поцелуй. И тут даже рассказывать нечего. Один из самых романтичных и запоминающихся поцелуев, что только были сняты киношниками. Крут, когда фильм использует способности и особенности персонажей, чтобы создавать неповторимые другими историями сцены. И это один из таких случаев. Передать романтику между Мэри Джейн и Пауком можно было десятком способов, но создателям понравилось, как Паук в комиксах постоянно снимал половину маски, чтобы поесть, и они придумали поцелуй, действующий по той же механике. Снимать его, конечно, был не так уж приятно. Фейковый дождь заливался висячему вниз головой Тоби Магуайру в ноздри, и это была сущая пытка для него, но оно того стоило. Момент получился абсолютно каноничным. Он дал имя целому виду поцелуев, ведь перевернутый так теперь и кличут поцелуем Человека-паука, и в целом вошел в историю кино как одна из культовейших романтичных сцен вообще, не только для комиксов, а эту вполне себе достойную высочайших мест топа. Второе место, и от счастливой романтики Магуайра переходим к трагедии Гарфилда. Здесь смерть Гвен Стейси. Какие бы проблемы не испытывала средняя диалогия, как бы эти фильмы не разваливались от количества взятой ношей, отдельные сцены из них затмевают многое из того, что было и у Тоби, и у Тома. А такого у них и вовсе не было. Канон по комиксу, главная трагедия жизни Человека-паука, она, конечно, просматривалась, раз путь героя начали со знакомства с Гвен, а не с Мэри Джейн, но вы знаете, эти киношники всегда найдут способ ввести хэппи-эн. Ну и что, что на ней каноничный наряд из комикса, где она погибала? Ну и что, что тут как раз Зеленый Гоблин? До последнего веришь, что вот этого не произойдет. Но в этот раз у создателей были яйца, чтобы зрителей ошеломить, и они справились с эпизодом на все сто. Сверхнапряженный поединок паука и гоблина, Гвен, висящая буквально на ниточке, а затем падение в слоумо, летающий вокруг детали сломанного механизма, отчаянный прыжок паука, паутина, буквально вытягивающаяся в спасительную ладонь, и просто запредельно брутальный для пиджишного комикса кадр смерти. Даже если ты знаешь спойлер наперед, один этот звук удара каждый раз просто нокаутирует своей честностью и некомфортностью. Эта сцена во многом работает так хорошо, именно из-за того, что отношения Паркера и Гвен были лучшей частью обоих фильмов, Гарфилд и Стоун были лучшей парой из всех серий, и смерть героини разрывает сердце. Актерская игра Эндрю на высшем уровне, смотреть на его рыдание просто буквально больно. Не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, только не умирай. Все действие происходит в часовой башне, и хотя это клише, таким оно стало, потому что работает. Сломанные шестеренки часовых механизмов, которые летят вниз рядом с Гвен, безумная стрелка и резкая остановка после удара, все это не уникально, но в конкретном моменте это абсолютно не важно. Работает так, как нужно, дает эмоцию. Звук, который меняется от скорости происходящего, минималистичный, но идеальный саундтрек. Короче, давайте прекратим, честно говоря. Это реально непривычный паучий эпизод, реально некомфортный, но один из самых сильных во всех фильмах, и его финал, отходящий несколько сезонов подряд Паркер, тоже. И с одной стороны он довольно быстро отходит по хронометражу, с другой стороны это сделано хорошо. Тетя Мэй вытаскивает героя фактически спустя год, и кино находит свой горько-сладкий финал, что оставляет от фильма печальные, но не безысходные ощущения. Если вам фильм, в принципе, понравился. Но если нет, то это все равно достойный кандидат на второе место, но не выше. Может быть, как раз из-за этого, а может быть, потому что там слишком сильный соперник. И перед первым местом упоминания. Их в этот раз будет много, потому что культовых сцен мы вспомнили с горочкой, но выбирать приходилось жестко, и в этот раз топ без дележей, если вы заметили. Так что ищите тут своих, возможно, незаслуженно обделенных местом в списке любимцев. Субтитры создавал DimaTorzok И первое место, но сперва история. Про первое место, потому что, знаете, когда я составил эту подборку, распределил места в топе, я решил посмотреть, а какие фильмы, какие сцены брали другие блогеры, делавшие подобные аналогичные топы. Я нашел два русскоязычных, и с ужасом обнаружил, что на первое место они поставили ту же самую сцену, что и я захотел поставить. А потом я подумал и понял, что в чем, собственно говоря, ужас. Если мы втроем независимо так решили, то, ну, собственно говоря, так и получается. Лучший момент в истории пауков. Экшн-сцена с поездом во втором Человеке-пауке в 2004 году. Она сочетает в себе буквально все лучшее, что мы обсуждали. Здесь и злодей, и экшн, и визуал, и музыка, и герой, и город. Просто все. И в плане экшена, пожалуй, это вообще одна из лучших и образцовых сцен последних десятилетий. Все начинается с битвы на высотке, но довольно скоро сражение перетекает на тот самый поезд. И на первом этапе это открытый бой. И черт возьми, насколько же это невероятно плотный и продуманный бой. Атака паука, оборона Октавиуса. Внезапный мост, нужно уклониться. Еще один обмен ударами. Паук отправляется в полет через мост. Теперь битва не на крыше, а на боку, то один залетит вагон, то пронесется встречный поезд, то злодей спрячется с другой стороны в засаду. Постоянно происходит что-то новое. Герои меняют тактики и положение. Темп постоянно варьируется, чтобы подогревать интерес. А затем все становится еще разнообразнее. Паук падает с поезда и вынужден его догонять. Осьминог понимает, что в открытую его не победить. Отвлекает человеческими наживками и, наконец, ломает поезд. Избегает. И тут сцена становится истинно культовый. Паук не в слоумо, а наоборот в ускорении максимальная, путь конечен, поезд полон людей, как его остановить? Вариант раз, не работает. Два, не работает. Наконец, он собирает все силы, всю паутину, чтобы затормозить. И просто поразительно, насколько хорошо сохранился этот эпизод во времени. Графика не проседает. Экшен бьет адреналином по венам, даже если ты знаешь, чем все закончится. Ставки невероятные и накал максимальный. Физический перформанс Магуайра, все эти мемные, но очень правильные в контексте лица. Феноменальная штука. А дальше несколько секунд чистых граненых бриллиантов. Отключившегося от напряжения паука, подхватывают и спасают жители. В третий раз затоп и, пожалуй, самым каноничным образом. Саундтрек, еще несколько секунд назад гремевший и заставлявший сердце колотиться, переходит к своей гениальной главной теме в теплой, тихой аранжировке. И момент уважения и благодарности от жителей к пауку, это просто что-то, чем можно согревать душу в холодные и тяжелые времена. А потом приходит Октавиус и паука забирает, потому что, если вдуматься, в этой схватке он победил. Он придумал тактику, как оставить героя без сил и добился своей цели. В этих нескольких минутах реально есть все. Это настоящая энциклопедия экшена. Это учебник темпа и азбука персонажей от хитрого и сильного злодея до самоотверженного героя. Прошло 17 лет и 6 фильмов, но ничего настолько же мощного серия про паука не создала, и это ей не в укор. Это ее достоинство. Чтобы создать экшен-сцену такого калибра, такой действенности и драматургии, мало снять хороший фильм. Тут нужна удача и совпадение, чтобы замахнуться на величие. В эти конкретные секунды кино его поймало и зазернило. Наше первое место. Что ж, вспомнили все самое крутое и приятное. Надеюсь, теперь мы готовы и к премьере Паука, и к отсылочкам, потому что я жду их целые тонны. А какие у нас еще ожидания? Узнаете в обзоре на фильм уже совсем скоро, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и про лайк с комментарием не забудьте, если вам понравился этот топ, либо если вы хотите внести какие-то исправления. Ребята, как я жду Гарфилда и Магуайра вы не представляете. А пока, пока.